Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литарева, профессор Вятского государственного университета. Знаете ли вы, дорогие слушатели, что первые ежи появились на нашей планете 15 миллионов лет назад? Что в мире существует около 20 видов ежей, и все разные. До 16 лет живут ежи в неволе, а в природе до 7 лет. Каждая иголка на теле ежика растет по 12 месяцев. 20 зубов растет у ежа на верхней челюсти и 16 на нижней. Длина хвоста ежика 3 сантиметра, а добычу он может унюхать на расстоянии 5 метров. За одну ночь ежи проходят до 9 километров. В воде еж разворачивается и гребет четырьмя лапками, как собака. За ночь один еж может съесть больше 100 насекомых. Об этом не догадывался итальянский ветеринар, основатель Центра спасения ежей Леонина, президент Ассоциации защиты ежей и природы Массимо Вакетто. Он был разбит и подавлен своим болезненным разводом, потерял смысл в жизни, в профессии. И вот ему в клинику приносят ежа, еле живого, весом всего 25 граммов. Долг врача – спасать пациента от неминуемой смерти. И Массимо Вакетто делает свое дело. Он спасет ежиху, а эта девочка Нина, и только потом поймет, что это изменило и его, и его жизнь. Причем изменило навсегда. О, этот загадочный и чудесный ежиный мир. Знаете, ежики по популярности и очарованию занимают второе место после котят. Все любят этих игольчатых, загадочных существ. Ежика невозможно не пустить в свое сердце, и ты пленник навсегда. Но приходит время, ежики выздоравливают и вырастают, и им нужно предоставить свободу. Нина уходит в лес, чтобы никогда не вернуться. Но она не единственный еж на свете. Наш Массимо находит Нину, мальчика весом 450 граммов. Потом Трилли, потом Сальва, потом Селину, потом Каролину. В общем, питомник ежиков. Массимо придет к выводу, больше никакого самолюбования, но заново открытые ценности. Ценность жизни, любви, помощи. Пусть нам кажется, что жизнь ежей по сравнению с мировой революцией и проблемами мира ничтожна. Но это глубокое заблуждение. Ведь все в мире движется любовью и состраданием. Только это спасает и созидает. Равнодушие и пустословие обесценивают и разрушают. Об этом нежная и трогательная книга Массимо Вакетта и Антонеллы Томазелли «25 граммов счастья. 12+.»